МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики, студия Геляна Багаева. Смотрите сегодня в выпуске. Избранный наблюдательный совет Рекодзеления Российского общества знания Решение по кандидатам принято на заседании Важные навыки, которые помогут спасти жизни Бадма Башанкаев проводит тренинги по оказанию первой помощи Господдержка для улучшения жилищных условий Семи Калмыкии активно пользуются семейной ипотекой Председатель Совета старейшин Калмыкия Родни Паштанов Вручил благодарственное письмо герою России Батуру Гендееву В связи с 55-летием Руководитель коллегии сказал, что экс-министр внутренних дел Служит достойным примером верности присяги и выдержки В качестве презента он вручил офицеру Книгу «Гордость и слава Калмыкии. Трудовые династии республики» Я думаю, что вы еще очень много послушаете России, как служили до этого Много сделают для развития нашей республики Своим примером вы показываете нашей молодежи, какая должна быть молодежь нынешняя Они во многом вернут с вас в пример И тем более сейчас, когда идет специальная военная операция Конечно, ваш пример во всех отношениях безупречен Батар Гендеев сегодня работает в администрации городского округа Троицк в Москве Тем не менее, он внимательно следит за жизнью на малой родине Приезжая в отпуск, он замечает положительные изменения в разных сферах Ремонт школ, реконструкция дорог, благоустройство общественных территорий Поддержка животноводства, поступление в бюджет за счет инвестиционной привлекательности региона Я никогда в жизни не оторвался от своей родной Калмыкии И, конечно, отслеживаю те решения, которые принимаются у нас в Калмыкии И одно из таких хороших решений – это упрощенная форма налогового обложения Которая сделала привлекательным для крупного бизнеса И которые сегодня зарегистрировались в нашем налоговых организациях И сегодня, по информации налоговой службы, поступление в бюджет республики значительно увеличилось О развитии каких-то отраслей, все зависит, опять же, все взаимосвязано Чем больше будет у нас финансовых средств, чем лучше будет стабильно Стабильность получится в развитии всех отраслей республики В преддверии важного политического события сентябрьских выборов главы республики Батр Гендеев высказал свою точку зрения Он считает, что избиратель выберет того кандидата, который сделает все для социально-экономического развития региона В первую очередь стабильность – это раз Второе – развитие экономики Сделать все для того, чтобы Калмыкия развивалась и становилась все крепче и крепче и крепче Для этого потенциал республики, у руководства республики есть В Калмыкии с начала года 204 семьи воспользовались льготными условиями ипотеки Такие данные приводит региональный Росреестр Как известно по поручению президента страны, семейная ипотека на покупку квартиры в новостройке Или возведение частного дома по ставке 6% продлена до 2030 года Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет Семьи с двумя несовершеннолетними и семьи, где есть ребенок-инвалид В условиях постоянного роста цен на жилье государство всегда старается помочь нашим гражданам Особенно тем семьям, у которых есть маленькие дети И в 2023 году к нам обратилось 408 семей, которые взяли семейную ипотеку А за 6 месяцев 2024 года к нам обратилось 204 семьи, которые также получили семейную ипотеку Все эти семейные ипотеки подаются в Росреестр в электронном виде И конечно же Росреестр старается в максимально короткие сроки провести регистрационные действия Это в течение суток для того, чтобы наши граждане поскорее стали собственниками приобретаемого жилья Зеленая жетва в Калмыке в самом разгаре Перед хозяйствами республики стоит приоритетная задача заготовить более 400 тысяч тонн грубых кормов Уже скошено трав на сено с площадью более 30 тысяч гектаров Полным ходом идет сбор соломы В целом по республике заготовлено более 50 тысяч тонн грубых кормов С остатками прошлых лет это 43% от потребности В Министерстве сельского хозяйства сообщают, что готовность техники и оборудования выше, чем в прошлом году И составляют в среднем 90% Министр сельского хозяйства Калмыки Тимур Гавайев отметил, что использование качественных кормов Собственного производства позволяет максимально реализовывать генетический потенциал сельскохозяйственных животных А это в свою очередь повышает мясную продуктивность скота Готов к санитарной обороне депутата Государственной Думы Бадма Пашанкаев посетил службу судебных приставов Со специальным тренингом по оказанию первой помощи при травмах, ранениях и несчастных случаях Врач рассказал, как пользоваться оборудованием, измерять пульсы, проводить диагностику состояния больного В том числе и определять тяжесть ранения Далее председатель комитета по охране здоровья Нижней палаты парламента наглядно показал, как перевязывать раны Останавливать кровотечение Он также продемонстрировал, как транспортировать больного без вреда для жизни, накладывать шину или жгут Парламентарий уверен, этими навыками должны обладать все жители страны Ведь в случае происшествия они помогут спасти жизни Вот если кто-то видел судебные процессы, там находятся специально обученные люди Которые охраняют не только человек, который находится сейчас под следствием Но если не дай бог случится беда, у кого-то будет инсульт, инфаркт, эпилептический приступ Они тоже должны и умеют, теперь будут уметь оказывать эту помощь Поэтому у нас задание такое всеобъемлющее Они помогают не только своим сотрудникам, не только коллегам в погонах Не только судьям, не только адвокатам Но если не дай бог кто-то в зале журналистов вводят в обрак Они будут уже знать, что и как делать для того, чтобы спасти бесценную жизнь человека На встречу доктор прибыл не с пустыми руками И для сотрудников управления он подготовил рюкзак со всем необходимым для оказания первой помощи В него вошли стрельные перчатки, жгуты, маски, бинты и лекарственные препараты Надеюсь, что в жизни он никогда вам не пригодится, рюкзак, но зато он у вас будет И это дополнительное спокойствие для сотрудников, для вас как руководителя Что вот эта часть медицины, первой помощи, она у вас прикрыта Потому что быстро оказанная помощь это гарантия сохранения жизни И соответственно выполнения поставленной государственной задачи Игоря в таких вещах, как покой родных и близких И возвращение к живым после выполнения задачи Поэтому мы очень благодарны Владимиру Николаевичу Каламыцкому общественному благотворительному фонду «Удари добро» исполнилось 10 лет За это время организовано сотни мероприятий, десятки закрытых сборов на лечение и реабилитацию маленьких жителей республики Из искреннего желания помочь выросло настоящее общественное движение А неравнодушные люди совместными усилиями продолжают ежедневно творить самое настоящее чудо Смотрела фото, архив и вспоминаю, как все начиналось И на сегодня я могу сказать, что результаты, которые есть у нас, они просто суперские Сейчас приходят дети, которые были малышами Им было по 3-5 лет И они подходят и говорят, Элиса Петровна, вы не помните, это в отце на Олеге, ему было тогда 3 годика А сейчас он учится в школе Конечно, многие эти детки проходили со своей проблематикой, каждый И я рада, что благодаря фонду и тем курсам реабилитации, которые мы организовываем Многие дети смогли восстановиться, могли пойти и получить образование Кто-то даже профессию, кто-то нашел себя В прокуратуру обратился участник СВО, который сообщил о неисправности лифтового оборудования в многоквартирном доме, где он проживает Надзорное ведомство провело проверку и работа лифта восстановлена Но проблемы занялись комплексно Прокурору совместно с Ростехнадзором промониторили все управляющие компании Выяснилось, что в других многоэтажках есть неработающие лифты В результате комплексной проверки установлено, что на территории республики расположено 75 многоквартирных домов, оборудованных лифтами Всего 188 лифтов, из которых 184 пассажирских и 4 грузопассажирских При этом 5 лифтов не работают, в связи с чем прокурорам приняты меры прокурорского реагирования, направленные на скорейшее устранение нарушений В настоящий момент 3 лифта приведены в исправное состояние Введение в эксплуатацию остальных двух поставлено прокуратурой на контроль 10 граждан Туркменистана незаконно находились на территории Калмыкии Иностранцы фиктивно зарегистрировались в одном из домов Элисты и по факту там не проживали Нарушение миграционного законодательства выявили во время рейда правоохранителей По данному факту сотрудниками полиции в настоящее время проводятся проверочные мероприятия Управление по просам миграции в Калмыкии напоминает о том, что за данную противоправную деятельность предусмотрена уголовная ответственность За эффективную регистрацию иностранных граждан и лица безгражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ Из эффективной постановки на учет иностранных граждан и лица безгражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ предусмотрено наказание Штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей А также лишение свободы на срок до трех лет В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Растелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...